Первый камень, фундамент нового госпиталя, был заложен ровно год назад. Сегодня практически готово шестиэтажное здание. Строители приступили к внутренним перегородкам и прокладке коммуникации. Уже к осени начнется монтаж оборудования. Первые пациенты в новом госпитале должны появиться в начале 2018 года. Стройка идет с некоторым опережением графика. Строители признаются, что необычный объект вызывает у них профессиональный интерес. Очень интересно, потому что каждый этаж даже не то что объект. И так в жизни каждый объект своеобразный. А тут каждый этаж своеобразный, потому что современные технологии, применяемые здесь, на этом госпитале, они, конечно, требуют очень, можно сказать, профессионального и четкого внимания ко всему. Клинический госпиталь спроектирован максимально комфортно и современно. Здесь будет акушерское отделение с раздельным блоком, хирургическое, педиатрическое и урологическое отделение, а еще поликлиника и диагностический центр. Мощность госпиталя позволит принимать ежегодно до 2000 родов, проводить до 600 циклов ЭКО и организовать 150 тысяч амбулаторных посещений. Пациентами нового учреждения станут не только самарцы, но и жители других регионов и даже стран. Одним из критериев в пользу открытия высокотехнологичного центра инвестор называет огромный медицинский потенциал Самары. У нас во многих регионах в Москве работают выпускники. И общий уровень фундаментальных знаний, профессиональных навыков, которые получают выпускники, и уровень вообще медицины. Вот я проезжал мимо онкологического великолепного центра, который у нас работает. Говорим о том, что здесь региональная медицина очень на высоком уровне. Марк Курцер пообещал, что самое дорогостоящее лечение будет доступно жителям региона, поскольку компания активно работает в системе обязательного медицинского страхования. Намерение власти уделить этому больше внимания подтвердил и губернатор Николай Иванович Меркушкин. Глава региона особо отметил и то, что с открытием учреждения будет создано 1100 новых рабочих мест. Иметь такое еще и учреждение, где люди могут работать, получать хорошую заработную плату и достойно, комфортно жить, для нас, для региона это исключительно важно. И если сюда будут приезжать люди, и деньги фомсовские, других регионов, других стран, оседать будут в Самарской области, ну это краса, задача из задач конкурентоспособности региона. Курцер отметил, что меморандум, подписанный правительством области, и группа его компаний выполняется неукоснительно обеими сторонами. А место, выделенное под строительство, лучшее, какое можно было желать для лечебного учреждения. За пределами города, но доступно и логистически. С верхних этажей здания прекрасно виден будущий новый стадион. Такое соседство, как символ поступательного развития региона. Инна Сапанченко, Максим Гусев, События.